По итогам 2018 года увеличилось количество обращений, связанных с продажей некачественной мебели. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. Порядка 300 обращений было к нам, по которым мы давали разъяснения, помогали людям. В основном нарушения касаются не только качества товаров, нарушения касаются удовлетворения требований потребителя. Когда потребитель требует, например, вернуть деньги, продавец игнорирует просто-напросто эти требования. Чтобы избежать подобных проблем, у покупателя должен быть на руках документ, в котором четко прописано, какая заказана мебель, каких размеров, цветов, индивидуальной особенности. В этом случае будет проще доказать, что товар не соответствует заявке. Кроме того, важно внимательно проверять мебель при доставке и не подписывать накладные, если есть вопросы к качеству упаковки и комплектующим. Часто возникают претензии и по сборке мебели, поэтому необходимо требовать документы, в которых прописано, кто несет ответственность за качество монтажа. Для себя надо четко понимать, все отношения претензионного характера по недостаткам должны оформляться в письменном виде. Любое обращение к продавцу должно быть в письменном виде, для того, чтобы иметь доказательство того, что вы с чем-то были не согласны и что-то хотели добиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин